Последние годы в России к одарённым детям приковано особое внимание. Созданы различные госпрограммы, по-новому развиваются Артек и Орлёнок, в Сочи открылся новый образовательный центр «Сириус». Возникли также частные инициативы. Как ищут вундеркиндов и как их обучают, обсудим в студии с гостями передачи «Городской университет». Здравствуйте, уважаемые гости. Разрешите вас представить. Роман Комаров, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета, исследователь психологии одарённости. Павел Рабинович, основатель Всероссийского фестиваля проектного и научно-технического творчества «Космодис», главный научный сотрудник Федерального института развития и образования. Евгений Ерохин, учитель Московской школы номер 1265 с углублённым изучением французского языка. Евгений Насыров, образовательный журналист. Вот такие у нас сегодня гости. И вот такая у нас сегодня интересная тема. Одарённые дети. Одарённость. Что это такое? Что, собственно, вообще представляет из себя программа поиска одарённых детей? Зачем это нужно? Вот такой примерно круг вопросов, которые мы, уважаемые друзья, сегодня с вами обсудим. И первый вопрос у меня такой как бы общий. Давайте, как говорится, нашим зрителям обозначим, договоримся о понятиях. То есть мы с вами из разных областей. Вот расскажите, как вы видите, что это вообще за проблематика, почему она так остро стоит, почему это интересно, нужно ли это с вашей точки зрения. Если нужно, то зачем? Давайте, Роман. Есть такое выражение, что нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Поэтому, наверное, заход и сделаем. Но я бы здесь вот несколько аспектов таких расставил. То есть первый аспект в отношении понятия. На самом деле, вот если положить руку на сердце, то мы увидим, что существует более 30 различных теорий одарённости. И вот здесь договориться всегда очень сложно, особенно сложно договориться как раз между теоретиками и практиками. Потому что педагогам обычно нужен простой способ, простое решение, такая своеобразная таблетка, чтобы взял и в бой. Теоретики, они, конечно, в этом плане так вот занимают очень такую строгую позицию. И я думаю, что все присутствующие, помните, вот был такой философ и мыслитель Щедровицкий, который старше Георгия Петровича, да? Он, в свою очередь, говорил, что простое решение сложных проблем – это и есть фашизм. Ах! Да, и вот найти вот эту золотую середину между… Чтобы не скатиться в упрощение, в такой редукционизм, и с другой стороны действительно помочь педагогам, да, найти какой-то такой очень простой способ. Это, на самом деле, самая сложная проблема, ну вот, с моей точки зрения. Весь мир давно уже понимает значимость одаренности. Надо отдать должное, что Россия это тоже осознала. И вот с 2005 года, я в свое время отслеживал просто все эти документы очень внимательно, мы с такой завидной периодичностью раз в год, раз в два года выдавали какой-нибудь такой программный, очень хороший документ. Да, и с этой точки зрения, вот, я здесь полностью поддерживаю, да, и нашего президента, и всех, кто реализует. То есть мы действительно должны создавать эту систему. Это должна быть именно система, а не разрозненные какие-то попытки. А создать систему – это все самое сложное. Чтобы все работало, чтобы появлялась вот эта синергетическая… Систему чего? Систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей на разных этапах. То есть вот фестивали различные в этом плане являются частью этой системы. Работа университета, вот наш университет, да, московский, городской, он тоже в этом плане является таким активным очень участником. Понятие одаренности, да, в общем, все дети одаренные. Мы из этого исходим. И я и мои коллеги трактуем одаренность как мотивацию к творчеству, мотивацию к познанию, усиленную мотивацию к познанию, и, соответственно, проявление каких-то, может быть, где-то сверхрезультатов в области обучения, в области творчества и так далее, и так далее. То есть без разницы в какой области. Поэтому меньше всего хочется, как бы, вот, говорить о том, что есть одаренные и не одаренные, и остальные, да, они все одаренные, вопрос каждый по-своему. Вот из этих соображений мы строим вот всю работу по поддержке проектной работы с детьми, да, где мы позволяем всем абсолютно, значит, детям принимать в этом участие, не акцентируясь на каких-то, там, олимпийских резервах, а занимаясь, так сказать, физкультурой, общей физической подготовкой, да, а уже дальше те, кто проходит и делает какие-то интересные работы, и эксперты их замечают, у них есть шанс, пожалуйста, уже с наставниками и с нашими партнерами, пожалуйста, дальше. Уже там в разных специализированных программах, там, и «Лифт будущий», там, и другие, уже, пожалуйста, участвовать. В свое время, вот, допустим, там, при советской власти, собственно, и сейчас это существует, но там это как-то ярче, что ли, было выделено, потому что, наверное, не в таких масштабах. Были вот так называемые спецшколы, да, например, там, с английским языком, там, еще дополнительно художественные школы, еще что-то такое. Ну, в этом, скажем, заключалась концепция, там, работы с детьми, у которых есть таланты. Сейчас, я так понимаю, что там где-то, ну, вот, 2005-го, у меня тут есть, допустим, сведения, что 2011-го, там, уже на концептуальной основе, да, есть специальная программа, вот, как мы ищем таланты, что мы с ними делаем, а вот куда делись вот эти сущности, вроде школ, допустим, да, там, с углубленным преподаванием предметов, вот, как это работает? Вот, там, допустим, «Артек», «Орленок», для чего нужен «Сириус»? Да, давайте. Наша школа 1265 – это одна из старейших французских школ с углубленным изучением французского языка, и вот здесь вот Роман говорил про то, что каждый ребенок одарен, да, но у нас одаренность узкоспециализированная, у нас одаренность именно языковая, да, и то есть надо подразумевать либо одаренность врожденная, да, и она изначально, как это было раньше, либо одаренность приобретенная, да, приобретенная во время учебы в школе. Здесь уже заслуга учителей и тот мотивационный климат, который мы ребенку создаем. И у нас, в первую очередь, конечно же, в рамках школы эта работа с высокомотивированными детьми, мы стараемся из каждого ребенка сделать одаренного человека для того, чтобы ребенок показал высокие результаты, потому что, в первую очередь, это будет важно ему, и те проекты, о которых мы потом поговорим, в которых школа участвует, как раз они и направлены на то, чтобы эту одаренность развивать и повышать мотивацию к обучению. Вот, знаете, невольно, невольно возникает вопрос. В 2020 году, например, вводят обязательный ЕГЭ по иностранному языку, но ведь ни для кого не секрет, что к языку тоже надо иметь способности, предрасположенность или мотивация, назовите это как хотите. А как быть с обязательным языком в этом смысле? Это вопрос о том, а существуют ли у всех эти способности, а как их тогда развить? А если еще какой-нибудь такой предмет введут? А если проекты сейчас начнут тоже обязательными? Вот ты не выйдешь из школы, пока проект не сделаешь. Так вот же на днях в общественной палате один товарищ заявил, что хватит уже один за другим присоединять, давайте уже все предметы сделаем обязательными на ЕГЭ. А как вот здесь вот быть с их способностями? Как это к обязательному привязать? Мы сегодня видим, что в результате глобализации, в результате того, что человек становится глобальным, и дети сегодня, закончив пять классов в Москве, дальше продолжают спокойно учиться в любой школе мира, если родители это считают нужным и возможным, то и дальше, соответственно, да, то есть там и вуз, и работу могут искать и так далее. То есть здесь с этой позиции, да, обязательность языка, то есть это как уровень просто интеллигентного человека. Джентльменского набора. Джентльменского набора. А если нет этих способностей, вот что делать? Ну, язык это... Это задача учителя уже, да? Задача учителя сформировать ту самую среду, в которой ребенку было бы интересно изучать язык. Задача, опять же, мотивации, да, например, изучение на уроках каких-то там не учебников, не статей из учебника, да, а каких-то там первоисточников, да, просмотров каких-то фильмов. То есть не знаешь язык, ты физически... Творческий подход, да, получается. То есть вот я помню свои школьные годы, когда у нас была английская, как модно-то было говорить, английская спецшкола, на нашем выпуске ее делали, английской. И вот это был как раз первый шок, когда мы все время учили там статьи из... в смысле текста из учебника, а тут какого-то года мы пересмотрели учителя программы, и мы начали читать Moscow Times, мы начали читать там статьи про... Мы анекдоты читали, понял. Статьи про наших кумиров, там, Витни Хьюстон и так далее, да, то есть в оригинале. И была совершенно мотивация, потому что в русском языке этого просто не было. Понятно, что сейчас это только усиливается, потому что все передовое, оно появляется прежде всего на языке, и дети, которые хотят быть в тренде, пожалуйста, это инструмент. Это для них норма. Я понимаю. Здесь можно, в общем, сравнить. Дело в том, что дети, которые выбирают на ЕГЭ, например, французский язык, который, как мы знаем, является миноритарным сейчас языком, да, вот французский язык в прошлом году по Москве сдавали 300 человек, да, то есть всего лишь 300 детей, которые выбрали французский язык. И, конечно же, французский язык выбирают дети, которых мы можем называть одаренными, способными к языку, потому что они нацелены на результаты. Здесь они сдают французский язык на 5 или на 4, понимая, что на языке они могут повысить свой балл в аттестате по сравнению с другими предметами. Если мы введем обязательный сначала ОГЭ и потом ЕГЭ по иностранным языкам, то вот этот минимальный процент одаренных детей, способных к языку, он так и останется. То есть остальные просто будут подтягиваться. И здесь, вот правильно говорить, Павел, конечно же, будет эта роль учителя, но не все, к сожалению, дети смогут показать высокие результаты, получить высокие баллы на ЕГЭ или на УГЭ, но тот минимум, который просит, например, программа, он у них будет. Достаточно один раз выехать куда-нибудь за границу и почувствовать свою неполноценность, когда ты не можешь поддержать разговор и ответить на элементарные вопросы. У тебя мощный всплеск мотивационный, а дальше сейчас есть и онлайн-курсы, есть очень хорошие практикоориентированные технологии, где язык просто вплетается в ту же проектную деятельность, не только в проектную деятельность. Роман, слушая вас, я сейчас понимаю, что все равно у нас вот в результате сейчас вот даже этого этапа нашего разговора происходит некоторое такое смешение разного рода понятий. Вот все-таки, да, одаренность, таланты, способности, плюс вы, вот, допустим, Павел, вы заключаете сюда мотивацию. У меня вот сейчас такой некий хаос в голове. Все-таки вот государство хочет работать с одаренными детьми. Вот объясните сейчас мне четко и внятно, вот в чем эта одаренность тогда? Что хочет государство? Вот я сейчас немножко потерялась в нашем разговоре. Сначала картина маслом, что в государстве происходит. Мы работаем с двумя типами одаренности. Первый – это одаренность в узком смысле слова. Мы ее определяем обычно по результату. И отсюда всевозможные вот эти подходы, победы в Олимпиадах, публикации, гранты, например, разные и так далее. То есть то, что мы можем, вот, как вот стакан стоит, объективно, да, вот посмотреть, и когда мы можем сойтись в едином мнении, что вот это достижение. То есть оценка по достижению. Это то, что в теориях одаренности часто соотносится с так называемым инструментальным аспектом одаренности. Есть вторая категория детей, вот о чем коллеги как раз сейчас очень хорошо сказали. Это высоко мотивированные. Здесь, на самом деле, уже мы начинаем плавать. Почему? Потому что мотивы могут быть разные, да. У кого-то это любознательность, любопытство, да. У кого-то это мотивы достижения. И здесь вот можно вот так вот закопаться, да. Я поняла. Вот. Но это вот вторая такая большая группа детей. И это то, что большинству тоже понятно. В чем беда российская? Это проблема работы с потенциальной одаренностью. Поскольку это никому непонятно. Да. То есть об этом много писали. И вот такие дети-то как раз, вот они чем интересны? Они не всегда демонстрируют мотивацию. В плане инструментального аспекта они, ну, самые усредненные, обычные, нормальные дети, вот ничего не показывают. И как же это из них? Это вы сейчас на больное давите. То есть, но если они попадут вот в нужную среду, это вот самый главный вопрос, где эта среда, как их туда затащить и так далее. То есть это вопрос диагностики инструментария. В школах, где мы сейчас пытаемся поменять уроки, там, превратив их из обычных уроков в Аджайо-проекты, у нас есть такие экспериментальные школы, где... То мы видим, что, например, дети, которые... Есть классы, например, которые вообще между собой не разговаривали. Ну, просто дети между собой не разговаривали. Не общались. Портфелем друг друга двинуть это они могут, а вот что-то обсудить, даже содержать, не то, что содержать, а просто пройти сходу не могут. И когда вот создаешь определенную среду, например, когда они должны работать в малых проектных командах, когда каждый урок, команда меняется, когда каждый по кругу вынужден становиться скром-мастером и вести за собой команду, то через полгода мы видим, что... А дети-то начали разговаривать. Это работает, да? Они даже имена друг друга запомнили. Они даже, вот, как они говорят, с очков выявили, потому что по жребию ты распределяешься в команду. Это просто какой-то такой яркий пример, да? Ты по жребию в команде, и вот просто отсидеться не получается, потому что либо ты работаешь, либо вся команда не выполнила задачу урока. А дальше уже контрольная работа, которую пишут все. И вот это один из примеров, когда, в общем-то, без цели выявления, а на этом процессе, кстати, сразу выявляются и лидеры. А взрослые готовы с такими детьми работать? Не все. Вот, хороший, мне кажется, вопрос. У меня есть результаты исследований на этот счет. Да. И они, ну вот они лет пять назад проводили. В общем, у нас оказалось, вот мы смотрели, видят педагоги детей или не видят. Да? И оказалось, что сейчас по памяти интеллектуально одаренных ребят видят одного из трех, если они не демонстрируют ярких достижений на Олимпиадах и так далее. Значит, креативно одаренных видят одного из одиннадцати. И вот в случае, если ребенок, он и интеллектуально, и креативно одарен вместе, то есть совпадение факторов, тогда видят одного из двух. В добавление как раз ровно та самая проблема, что, как правило, в школе картинка одна и та же. Что вот есть там авангард боевых. Да. Вот на них вся школа и катается. То есть они и в этой Олимпиаде, и в той, и в театре, и в спорте. Проблема этих детей в том, что они очень быстро устают психологически, потому что они приходят, почему постоянно яб, почему везде яб. Да, потому что на таких детей держится школа, да, такой авангард, как говорит Павел, там действительно 10-20 человек есть в малоформатной школе, как у нас, да, 10-20 человек. И эти дети везде. Они на Олимпиадах, они на подготовке на курсах, они на экзаменах, они везде, там во всех мероприятиях, которые участвуют в школе. И, конечно же, проблема здесь одаренности еще, работа с такими детьми в том, проблема психологическая, да, то есть как происходит разрядка этих детей, потому что они очень, психологические комментарии, которые я слышал от таких детей, в конце учебного года, я очень устала, или я очень устала от школы. Да, 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 есть такое. Да, и вот действительно надо помочь сделать так, потому что потом ребенок перестанет показывать свою одаренность, да, мотивацию для того, чтобы быть вот этой мышкой идти, да. Если только не будет таких вот проектов, которые, там, как Сириус, как Артек, у нас там двое детей, там, один одаренный ребенок уехал в этом году в Артек, да, то есть это некое повышение его статуса и престижа. Это вот у нас тоже в разговоре звучит, нет-нет, да прозвучит, я вот все-таки на Павла смотрю, учитывая специфику его деятельности, слово проект и проектная деятельность, так все модно, так все хорошо, вот там-то мы креативность точно, как минимум, наскребем, а может быть даже и потоком получим. Вот я, например, на своей практике, ну вот так, как я, допустим, со студентами работаю, скажем, да, вижу, что идет такое недопонимание, что такое проект, да, при этом, ну, как бы студенты, это те, кто впоследствии будет обучать детей как раз, да, вот мне хочется понять, вот это вот соединение учителя и ученика в проекте, вот во что это сейчас выливается, что, как это выглядит, потому что вот каково вообще понимание этой проектной деятельности? К сожалению, процентов во многих задолго после половины это выливается в презентацию. Вот же. Потому что, именно поэтому как раз мы и занялись этим вопросом, потому что, как бы мы-то все по образованию инженеры, там, физики, математики, кто угодно, только не педагоги, по первому образованию, да? Ну, может, это к лучшему. Поэтому мы понимаем, что такое проект реально, да? Плюс там большая часть... Продукт нет, вот у меня всегда было в голове, что проект должен дать продукт, вот честно вам. Это вольная трактовка, а мы все-таки стараемся, знаете, как раньше говорили, читайте первоисточники, да? Так, давайте. Для нас первоисточниками является либо там стандарт PMI, либо постановление правительства, либо ГОСТ российский и так далее. Поэтому мы стараемся и себя держать в этих рамках, и детей приучать, не надо, не к вольным трактовкам, да, а к пониманию. Потому что стандарт говорит о том, что проект это временное предприятие для достижения уникального результата. Все, точка, как говорится, абзац. Да, все просто. Я приму к сведению. Временное ограничение, уникальный результат. А самое интересное, начинается дальше. Когда мы приходим в школу с аудитом, например, да, ну, посмотрите, пожалуйста, как у нас проектная деятельность. Я говорю, покажите, пожалуйста, локальный акт, называется положение проектной деятельности. Школа достает. И там первые же строчки внушают оптимизм и радость проверяющего. Написано, там, ну, проект это от слова брошенный вперед, это там уникальная педагогическая деятельность, там, учителя, ученика под руководством учителя. Понятно. Дальше мы обычно уже не читаем. Да, я бы тоже не читала. Руководителем проекта тире является учитель. Тему проекта выбирает учитель вместе с учеником. Вот мы обычно закрываем этот документ, говорят, у вас в этой школе проектной деятельности нет. Нет, понятно. Потому что если мы хотим, чтобы это было неправильно, и поэтому у нас такой лозунг, давайте закончим с проектной деятельности и перейдем к реализации проектов. Тонко. Значит, в нашем понимании, вот, исходя из правильного определения проекта, то есть ребенок, руководителем проекта должен быть ребенок, и это спокойно сейчас видно, можно делать, и даже есть опыт из детского сада. Никаких проблем здесь нет. Вопрос просто рамок проекта и правильной подводки к этому детей. Тему, естественно, должны генерировать дети. Иначе это всегда будет чужой проект, не будет присвоения. Учителя могут находиться в позиции консультанта, модератора, инструктора по технике безопасности, кого угодно. И важно, что в этом, если мы хотим получить на выходе реальный продукт, что в этом проекте был настоящий внешний эксперт, научный руководитель. Вот тогда это получается реальный проект, тогда у детей, как говорится, во что выливается? Тогда это выливается в теплицы на независимых источниках энергии, тогда это выливается в центры космического мониторинга, тогда это выливается в биосферы. То есть реально то, что вы сейчас говорите, да? Это выливается в информационные среды, на которых потом работает сама школа, которая собрана вплоть до на коленках, и так далее. То есть при правильной организации, правильном понимании, в общем, все это возможно. Абсолютно. И невзирая на возраст. И способности выявляются, и таланты, и все на свете. У нас, например, недавно был в конце прошлого года фестиваль в Краснослободском районе Мордовской республики. Батюшки мои. Представляете, да? Нет, честно, не представляю. Ну, такая классическая провинция. Мало того, что это был праздник для всего района, и весь район кипел и готовился, так обычно мы стараемся делать там этот фестиваль для детей, там, седьмой класс плюс. Здесь нам пришлось настолько дошкалято в это ввязались, что нам пришлось делать отдельный зал, ну, чтобы они соревновались между собой. Между собой, да. И когда наши критики спрашивают, а в чем там, в чем цимис, подумаешь, ракету он склеил, то мы подводим этого ребенка, спросите, почему у него иллюминатор именно такого размера, именно здесь, и почему ракета такой формы. Вот ребенок, который делает эту ракету как проект, осознанно, он понимает, почему это так. А ребенок, который просто клеит ракету с родителями, говорит, ну, захотелось, я хочу быть кочмонавтом. Вот, я склеил ракетку. А этот четко понимает, что он летит туда. Какие технические детали, да, там научные штуки. Поэтому там будет такая-то гравитация условная. Он, конечно, это говорит своими словами, но он это делает осмысленно. Пусть руками родителей он склеил, но он это сделал осмысленно. Вот это отличие проекта от проектной деятельности. Еще мой любимый вопрос, когда мы проводим тренинги, там, для учителей, для директоров школ, да, встает обычно какая-нибудь учитель, и говорит, скажите, вы такой умный, а какой проект я могу сделать, наверное, по литературе? Или по английскому языку? Да полно. Я говорю, по литературе, по английскому никакой. Не может быть проект по литературе и по английскому языку, да. Любой проект по умолчанию межпредметный. Дальше начинается минута молчания с киданием чего-нибудь тяжелого в мой адрес, да, но когда люди начинают погружаться и разбираются, даже та же самая презентация, это уже, да, это как минимум, например, литература с информатикой, да, потому что эту презентацию хоть как-то склеить надо. К слову, о презентациях, на самом деле, это целое искусство сделать хорошую, качественную презентацию, короткую, ясную, да еще и красивую ее оформить. Ну и мало вообще кто умеет это делать, на самом деле. Это не может быть результатом проекта, если цель проекта создание презентации, как и видеоролика. Да, это сопровождение, да. Но когда, но у нас, к сожалению, как правило, презентация вместо инструмента представления результатов становится подменной результатов. Целью, да, понятно. Коллеги, а вот возникает еще такой, вопрос, а, скажем, сочетание или соотношение, ну, сами подберите подходящее слово, между, скажем, уровнем технологий, который на сегодняшний день существует там в образовании, вообще вокруг нас, и вот как раз работой с одаренными детьми. Как это вот увязывается, способствует это раскрытию каких-то их талантов? Два аспекта. Первый аспект, значит, есть на Западе такой профессор Пуэнто-Дуро, он, да, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Рубен Пуэнто-Дуро, да. Он разработал так называемую саммер-модель. То есть, ну, она встроится чисто в диалектической логике, то есть он показывает разные уровни, уровни, по которым мы можем использовать технологии для развития учащихся. То есть, от элементарной замены, ну, вот копипасс, да, и заканчивая самыми творческими вещами, вот на что сейчас Microsoft делает упор, вот сейчас последнее обновление, большой, это Creator, там, как-то он называется, да, ну, вот, ведь он же на то и был заточен, чтобы максимально создать среду технологическую, для того, чтобы ты мог как-то реализовываться. Это как бы одна история. А вторая история, вот смотрите, у нас же в сознании мы все-таки такие авторитарные, как правило, да, у нас школу не любят, чтобы мы этим пользовались. Буквально недавно в Москве на, по-моему, выставке ММСО приезжал Шляхер. Андрей Шляхер – это вот один из разработчиков и основателей вот этих известных тестов ПИСа, вот этого международного, да, который смотрит. И он заявил, что то ли к 20-му, то ли к 21-му году они включат в свои тесты, значит, такие задания, которые позволят использовать смартфоны совершенно спокойно, то есть уровень сложности этих заданий будет такой, что тебе ни Google, ни Яндекс, никто другой не поможет найти такого четкого ответа, да. То есть это будет такой очень мощный крен на творческие качества, то есть туда в креативность, умение работать в группах и так далее. С теми же студентами, например, я специально, я говорю, вот там даю такие задания, да, и решите. Вот давайте, да, во-первых, кто первый найдет ответ, а, как правило, такой вопрос, что ты так сходу не найдешь. Не найдешь, ага. Потому что здесь же можно и поисковые компетенции развивать, и исследовательские компетенции, да, вот, казалось бы, в маленьком таком простом месте. Так что не надо бояться всех. Понятно, ваша позиция. Технологии не надо запрещать, надо просто создать среду, при которой они используются в мирных целях. Например, сейчас есть замечательная технология Bring Your Own Device, когда любое устройство ребенка с помощью определенных программных средств, да, встраивается в инфосистему образовательной организации. И, например, ребенок отметился в школе, на входе, да, что он в школе. У ребенка в расписании сейчас, например, физика. Учитель физики считает, что ребенку для урока на телефоне нужна, например, камера, нужны смс, чтобы ему там тесты отвечать, но не нужны звонки. Значит, как только произведен звонок, система автоматом отрубает GSM-связь, отрубает, там, возможность, там, чатов и еще чего-то, и так далее, оставляя только вот определенные вещи. Например, закончился урок, телефон возвращается в исходное состояние, или ребенка вышел из кабинета, там, и так далее. Это все работает сегодня уже, да. Вот в этой ситуации, например, там есть такая технология цифровой портфель, да, когда ребенок, у ребенка там его гаджет становится полноценным цифровым портфелем, где у нее и учебники, и лабораторная работа. Все, что нужно для учебы. Ну, если это нормальный планшет, то, пожалуйста, это и тетрадка, и все. Вопрос в том, как сделать так, чтобы учитель не боялся технологий. Как сделать так, чтобы найти с родителями общий язык, что на девайс ребенка надо что-то поставить, какую-то программную оболочку. Ну, это как раз, и третий момент, соответственно, но, посмотрите, какой выигрыш. Ребенок со своим девайсом, да, он с ним знаком в два раза лучше, и достигнет образовательную задачу, решит какую-то, да, гораздо быстрее, чем на непонятном школьном компьютере, который, как правило, как минимум наголо устарее, чем то, что у него есть дома, и то, что у него в руках. У нас сегодня не так часто в разговоре звучит, допустим, слово «родитель», да, но, тем не менее, мне кажется, достаточно любопытен вопрос, и ответ, точнее, даже на вопрос, да, и вот каково ваше мнение. Ну, скажем, как родители относятся к одаренности своих детей, что они, вот, как вы это в школе видите, как вы это не только в школе видите, как вы это как психолог, как журналист видите. Вот, во-первых, родитель, да, как участник вот этого процесса выявления одаренности, это первое, что мне интересно. И второе, а каково, с вашей точки зрения, состояние общественного мнения? Ну, то есть, допустим, государство провозгласило, допустим, есть целый ряд там структур, которые это поддерживают, есть школы, которые создают среду, есть фестивали, есть Сириусы и так далее. А вот общественное мнение, а вот родители, где тут их место и каково их отношение, вот, по вашему наблюдению? Потому что я бы не хотела, чтобы это все, простите, превращалось, знаете, как вот детей на кастинг водят, там, то в модельное агентство, то, значит, на съемки, и эти трепещущие мамы, там, дети с локонами, и все это очень странный вид имеет, и эти конкурсы, которые по телевидению тоже весьма сомнительное мероприятие, а ведь там тоже ищут таланты. Кто первый? Вы знаете, давайте я скажу про родителей сначала, да? Да, да, да. Про родителей это те участники, как сейчас принято говорить, образовательного процесса, с которыми я имею дело практически каждый день, есть, по моим наблюдениям, два типа родителей. Первый родитель – это тот, который родитель пассивный, он осознает или не осознает одаренность своего ребенка, ну, не принимает никаких шагов для того, чтобы ее развивать, да, и как-то помогать ребенку жить с этой одаренностью. И второй родитель – это родители чересчур активные, которые пытаются эту одаренность применить, использовать во всех сферах деятельности ребенка, как урочные, так и внеурочные. Это различные дополнительные секции, кружки, репетиторы, дополнительные занятия, то есть, когда ребенок начинает действительно работать на износ. Минимальное количество, по моим наблюдениям, родителей, которые знают золотую середину, но вот здесь помочь родителю понять одаренность своего ребенка и как с ней работать, что с ней делать – это задача уже, конечно же, педагогического состава, психолога, психолога и учителя. Потому что действительно, реально, родители не знают. Одаренность, понятно, что она может привязаться с трех лет, но на самом деле можно понять, что ребенок одарен только после 14 лет, примерно уже. То есть для меня 14 лет – это тот этап, когда уже можно сказать, да, ребенок одарен, или же он просто талантлив в какой-то области. Точка зрения понятна. А по моим наблюдениям, родители больше всего хотят найти для своего ребенка хорошую школу. И если, значит, у них кажется, что ребенок их одарен, то, соответственно, они спят и видят, чтобы найти какую-то хорошую школу. Топовую. Да, ну, кто-то ищет топовую, а кто-то ищет школу, которая раньше просто называлась там спецшколой той или иной. Шлейф еще остался, да? На самом деле я не вижу, чтобы он уходил из какого-то обихода, потому что, в общем-то, раньше просто не было рейтинга школ, но если, так сказать, взять народный рейтинг школ и тот, который сейчас, то плюс-минус список-то тот же, в общем, вот, на мой взгляд. Значит, и здесь, мне кажется, как раз и заключается самая главная проблема и главный дефицит, что школ-то хороших очень мало, вот, и люди постоянно чем-то недовольны, вот. Нет, ну, люди недовольны и малых школ, это не одно и то же, Евгений. Люди недовольны, особенно родителям по определению. Не одно и то же, правда, но, по моим ощущениям, главный дефицит, который сейчас остался в стране, вот такой острый, который очень трудно как-то, значит, решить и эту проблему как-то, значит, убрать, это именно образование и именно конкретно хорошая школа. Вот даже с медициной не так, потому что с медициной ты можешь получить какой-то хороший, качественный, там, привилегированный, топовый результат, если у тебя есть, допустим, деньги или что-то еще, да, то есть ты можешь найти вариант. А здесь вы считаете, деньги не обеспечены? А со школами деньги сами по себе не играют никакой роли, и очень много людей постоянно находятся в недовольстве, в фрустрации и, значит, и вот такое понятие, как хорошая школа, это главный дефицит в стране сейчас. Выделяется три сценария влияния родителей на детей, то есть это может быть влияние, то есть развитие одаренности благодаря родителям, из-за родителей и вопреки родителям. Потому что одна история, когда там родитель не реализовался сам, у него не реализованный потенциал, и он начинает проецировать, да, в ребенке и так далее. Адекватные родители, это благодаря, да, они, соответственно, да, это самый идеальный вариант, они создают среду, вкладывают деньги, ищут то, что созвучно, не насилуют психологически, да, ничего. Вот, а из-за, точнее, вопреки, это ситуация, когда родитель не только не понимает ничего в одаренности, но он еще и агрессивно навязывает какую-нибудь вот свою картину мира, да, это идет в разрез вообще со всеми психологическими особенностями ребенка, и здесь, к сожалению, это вот самый печальный сценарий, потому что такие дети часто вырастают невротиками. То есть их одаренность часто является таким бессознательным невротическим проявлением, а те достижения, которые они получают, это достижения показать родителям, что вот я же что-то стоит, вот я вот, твою любовь завоевывает, там, мама-папа, да. Вот если мы возьмем мировой индекс креативности, ну, там сейчас много разных рейтингов, вот один из них такой есть в логике социолога Ричарда Флориды, то оказалось, что вот Россия, да, она с 2005 года по 2015 год скатилась аж не на 13 позиций по креативности. Ну, это за счет того, что у нас общество нетолерантное в основном, да, вот этот вклад, он такой мощный оказался. Вот, если мы возьмем там сингапурский рейтинг, то мы там качественных ни вверх, ни вниз, мы вот идем на одной, там, 53-й, 56-й, вот так вот болтаемся, да, вот, а в то же время, если возьмем результаты ПИЗы, вот этой вот известной, то в прошлом году наши ребята по двум показателям очень мощно стрельнули. Это вот школы из топ-100 и из топ-300. То есть мы даже Сингапур там обогнали, да, то есть это наша такая гордость была. Так, нет тут противоречия, что это? Там по математической грамотности и по, по-моему, читательской грамотности, если не ошибаюсь, вот. О чем вот это все говорит? Это говорит о том, что у нас есть такой вот перегиб. Все, что касается ремесленно-адаптивных свойств человека, да, мы здесь молодцы. Я думаю, что это прямое следствие того, о чем я говорил, вот этой ориентации на результат, выявления одаренности как результата. А вот творческие вещи, они требуют принципиально другого подхода. Вот проектной деятельности, создание климата, атмосферы, о чем говорилось, да, то есть оценки не в лоб, да, вот как по результату, а через опосредующие вещи. Вот, например, у нас в университете есть такая очень мощная школа исследования образовательной среды детских садов «Экерс». Да, Игорь Богданович, Иоанн там возглавляет, его коллеги. Вот, то есть вот они-то идут не впрямую, то есть, ну, вот понятно, ребенка там в детском саду, ты не определишь, что одарен он или не одарен он. Тут надо мерить, насколько среда действительно развивающая или, наоборот, блокирующая развитие. И вот, когда начинаешь собирать это все, да, ты начинаешь понимать, что на самом деле вот система выявления и особенно сопровождения одаренности, ну, это я сейчас свое видение, да, рассказываю, то есть она должна выстраиваться вот так вот. У нас же есть стереотипы, у нас же как талант не пропьешь, там, талант от Бога, говорят, да, ну, вот, а на самом деле одаренность – это очень динамическая вещь. И вот Женя очень точно сказал, да, вот детей же выхолощивают часто, мы начинаем их по Олимпиадам гонять. Потом в какой-то момент мотивационно он садится, энергетически садится, может попасть в группу девиантных вообще детей, и говорит, да мне не… это вам же надо, мне-то это не надо, да, вы оставьте меня либо в покое, либо создайте мне нормальные обстоятельства. А мы очень часто эксплуатируем, не понимая… А почему мы эксплуатируем? Именно потому, что нам кажется, что все от Бога, да, значит, что там развивать, он либо есть, либо нет. Третьего не дано. Ну, не знаю, я понимаю, конечно, исследование, это все важно, но на своем каком-то таком полубытовом уровне, как человек, который в теорию вопроса не вникал, а смотрит, например, на ситуацию, как, во-первых, человек, работающий в образовании, во-вторых, как мама, я вот считаю, что креативности много быть и не может. Креативных в смысле людей? Ну да, и людей таких тоже много быть не может. Мне кажется, а кто будет работать? Кто будет простую какую-то работу выполнять? Понимаете, если мы не смотрим на мировой контекст, тогда мы можем об этом не думать. Но ведь, смотрите, мир-то очень сильно меняется. Сейчас ситуации, когда все компьютеризируется. Посмотрите, сейчас, во-первых, огромное количество старых профессий просто умерло. Мир новых профессий, он там, университеты не успевают подготовить специалиста, пока он начинает выходить, уже эта профессия устарела. По прогнозам до 70%, мы не берем там деревни, а вот такие крупные города. До 70% работ, которые можно автоматизировать, будут автоматизироваться. Это совершенно нормальная логика любого бизнесмена. Зачем мне вкладывать деньги в человека? Ну, если он, конечно, не гастарбайтер. Мы сейчас уйдем, правда, в далекую тему. Не, ну, как бы, да, пока еще... И с этой точки зрения, хочешь ты или не хочешь, то есть мир задает тренд на то, что твоя конкурентоспособность будет зависеть именно от таких адаптивно-творческих качеств, где творчество-то будет больше всего цениться. Люди, кто знает цену деньгам, кто умеет их зарабатывать, и знает, как это сложно, они прекрасно понимают, что вот чем дальше, тем будет еще сложнее. И вот эта автоматизация, она будет проводить вот эту ватерлинию, где твои просто механические действия, они уже не нужны. Правильно ли я понимаю, поясните, и может быть, вы какой-то вектор свой скажете сейчас, что фактически вопрос выявления одаренных детей, создания среды для их развития, и, ну, я позволю себе такое немножко грубоватое выражение, увеличение количества таких людей фактически в нашей стране, выявление большего количества таких людей, это и вопрос как бы и выживаемости страны, ее место вообще в этом мире, там конкурентноспособности и всего, что с этим связано. Вот эти задачи достаточно коррелируют между собой, да, вот развитие человеческого капитала, уже не просто его не воспроизводство, а именно развитие, да? Развитие, да. Говорят там Тарас Мисковлова, да? Да, да, да. Как раз вот зависит отчасти о том, насколько люди будут не просто адаптивными, да, а именно креативными, готовыми к жизни в условиях неопределенности, в условиях постоянной изменчивости. Хорошая школа – это та, которая учит ребенка учиться, не внушает в него знания, вкладывает, да, а учит учиться и готовит его к жизни в условиях неполной информации, избыточной информации, неопределенности, вариативности и так далее. Потому что что будет завтра, не знает даже сегодня. Если из университета педагогического к нам приходят студенты на практику, да, вот эти, я говорю, а где вот эти ваши 4К, вот где вот эти новые навыки, которые вы можете дать детям? Говорят, у нас нет таких навыков, мы их, мы не знаем, что это такое. Пока мы не научимся оценивать личные результаты и иметь качественный и количественный результат вот этой оценки, мы, наверное… Будем в затруднении, да? Будем в затруднении, в том числе и в выявлении вот этих одаренностей или таланта. Я ярый противник применения понятия навык к термину креативности, который я занимаюсь больше 15 лет. То есть у нас вот любят говорить там «скилл, скилл, скилл» на западный манер. Но если бы мы могли креативность превратить в навык, тогда у нас бы сейчас каждый второй ходячий был бы гений, да? Однако же это как раз и есть та святая святых, которая делает человека, отрывает его от робота. То есть вот посмотрите, ведь если нам удастся 3 вещи передать роботам, это рефлексию, это креативность и это эмоциональность, вот тут и начнутся все вот эти вот… Войны, да, по процессу. Чужой завет. У нас этого не получается сделать. Это действительно вызов сначала осознать эти вещи, развести. Вот есть очень хорошая лекция ТЭД, вот эти известные, да? Да, да, да. Стюарт Фаерштайн, вот можно спокойно найти. Он как раз очень здорово проводит линию. Он говорит, вот, значит, когда мы с коллегами, а он занимается там мозгом, там что-то нейро такое все, он говорит, когда мы с коллегами после рабочего дня идем в бар попить пиво, мы никогда не говорим о том, что мы знаем. Мы всегда говорим о том, чего мы не знаем. И он отсюда формулирует очень такую парадоксальную идею, что настоящие прорывы, они зависят от высококачественного невежества. То есть когда все мы уже выучили, все, мы вот этого предела достигли. И вот здесь на первое место выходят опять способности, а не навыки. Вот я вам могу сказать, что выслушав сейчас вас, особенно в завершении, я поняла, что вопросов на самом деле осталось много. Вот. Само слово «вызов» прозвучало для меня так, это даже такой небольшой тревогой, сумеем ли мы ответить на вызов. Потом мне чрезвычайно сейчас понравилась эта сентенция, связанная с качественным невежеством. Ну, вообще, это совершенно другие сущности, нежели те, которые сейчас живут в нашем образовании. То есть вообще. Вообще чрезвычайно интересно. Я все время думаю только об одном, чтобы наши дети все-таки были не объектом, на котором мы отрабатываем эти все свои прекрасные соображения, эти все, в общем-то, благие намерения. А все-таки, да, вот Павел совершенно прав в своей установке, что дети должны быть с авторами, с субъектами, весьма активными. И, в общем, будем надеяться, что мы в своем выявлении одаренности все-таки им дадим такую установку, позволим им это сделать. И немножко в своем авторитаризме как-то отойдем в сторонку и просто постоим рядом и посмотрим, как замечательно они и без нас иногда управляются. Увидеть искру таланта в каждом ребенке и создать условия для его развития. Вот и весь нехитрый, но трудоемкий секрет совместной работы общества и государства в деле поддержки одаренных детей. Спасибо. И до встречи в городском университете. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин